Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Александр. И я хочу рассказать вам о кресле от компании Casual. Это турецкая компания. Модель называется Class Fix Pro i-Size. Вот турецкий бренд, на самом деле, в теме кресел автомобильных я встречаю первый раз. Потому что даже не знал, что они что-то такое делают. Наверное, там на внутреннем рынке думал, наверняка что-то там где-то есть. Но то, что на экспорт пойдет, я этого не знал. И для меня это приятное такое удивление. Сейчас в сети магазинов Мир Автокресел появился этот бренд. И вы знаете, бренд, на самом деле, очень-очень интересный. Я бы даже сказал, что что-то подобное на рынке, вот с такой же конструкцией, с базой из FX, встречается крайне редко. Что-то подобное есть в Максикозе. И, ну так быстро, по памяти ничего и не соображу, у кого еще есть что-то подобное. И у Сайбекса, по-моему, еще что-то есть. И то буквально два кресла. Поэтому, почему бы его не рассмотреть? Действительно, кресло интересное, тем более со стандартом i-Size. Значит, ребенка доверять можно, потому что стандарт очень требовательный к безопасной перевозке детей в автомобиле. И поэтому с вами сейчас и разберем, что оно из себя представляет. Это кресло категории 2-3 с 15 килограмм до 36. А если по-простому, то где-то с метра роста не ниже, друзья. Метр и выше. Выше можно, ниже нельзя. И до 150 сантиметров роста можно, соответственно, использовать. В общем, друзья, с безопасностью разобрались. Здесь, если вы видите i-Size, сертификацию, значит, кресло достойное. Можно доверять детей, даже не задумываясь. А если еще и какой-нибудь, а да, классные оценки получил, то те вообще можно даже не задумываться. Но если i-Size, этого уже достаточно. Так, друзья, 2-3 категории не подразумевают внутренних ремней. В этой категории ребенок пристегивается автомобильным ремнем. И давайте я сразу же вам покажу, как это выглядит. Здесь у ножек ребенка есть вот такой вот интересный фиксатор. Просовываем сюда ремешочек. Вот так вот это выглядит. Соответственно, пристегиваем в автомобиле. А вот эту часть ремня проводим в направляющем в подголовнике. Здесь они расположены глубоко. Даже высуну, чтобы мне было виднее. Вот. И что важно, друзья, понимать? Чтобы вам было видно. Вот эта часть ремня находится между ног у ребенка. И вот этот фиксатор снижает нагрузку. Вот у других брендов, например, они пишут, что вот эта часть снижает нагрузку. Вот эта технология с паховой зоны, с живота ребенка. От ремня нагрузку на 30%. Я так полагаю, что здесь то же самое. Вот. Я просто точной информации в процентах этого не нашел. В описании. Вот. Если вы знаете точную информацию, напишите, чтобы я тоже знал. Соответственно, ребеночек взрослый у нас. Как взрослый? 100 сантиметров уже, в принципе, взрослый. Пристегивается у нас автомобильным ремнем. Выглядит это вот таким образом. И никак иначе. И что очень важно, друзья, голова ребенка здесь. И плечо у нас получается вот где заканчивается подголовник. И высота подголовника, то есть расстояние от подголовника до плеча ребенка не больше двух пальцев. Можно один палец, чтобы был, но не больше двух. Потому что так иметь будет на горле. Я в каждом обзоре это говорю, друзья, не устану. Потому что это безопасность наших детей. Здесь шутить нельзя. И нужно уметь правильно пользоваться креслами. Вот здесь вот, видите, ремешочек быстро прям не просунешь. Вот этот момент мне не очень нравится, конечно. Нет вот этой быстрой оперативной возможности прикрепить ребеночка. Но, знаете, эти технологии не зря придумали. Они реально помогают сохранить жизнь детям. Уменьшить травмы. Поэтому придется с этим, как говорится, мириться. Соответственно, как пристегивать? Мы разобрались. Регулируется подголовник у нас простым способом. Вот здесь вот у нас сверху регулировочка. И вот те самые 150 сантиметров роста. Сюда реально, ну, вот такие дети. Ну, 150 уже, да. Очень большие дети помещаются. Соответственно, до 12 лет. Вот. В обращении кресло максимально простое. Что касается мягкости кресла. Сразу скажу, вот спинка, подушечка, вот очень мягкие. Вот видите, какой ход большой. Здесь у нас ход материала где-то полтора, может быть, два сантиметра. В принципе, тоже достаточно для нормальной долгой поездки. Но это же не диван, в конце концов. Ну, в итоге этого достаточно. Фишка этого кресла вот в этой базе платформе Isofix. Возможность регулировать наклон здесь у нас имеется с кнопочки. Поднимаем и таким образом регулируем. Обычно это свободный ход спинки. Она сама облокотится, как позволит спинка сидений. Здесь же мы независимы от спинки. Сколько надо, так и наклоняем. И еще что хорошо. Если, например, седан, поддоконная линия высоко в автомобиле. Ребенок может просто не видеть. Обзора у него в окошко нет. Вот так подняли прилично. И, соответственно, ребенок будет видеть в окошко. И вам спокойнее будет так ездить. Как по мне, это очень прикольная тема. И это есть буквально в пару кресел еще на рынке. Как по мне, стоит внимание. Так, что касается безопасности, друзья, совсем забыл. Есть еще вот такая вот сайт импакт протекшн. Система, она у нас крепится вот здесь вот. Соответственно, только со стороны двери нужно ее ставить. Со стороны салона это не нужно. Она гасит энергию при боковом ДТП. Дополнительно гасит энергию удара. Часть энергии она берет на себя, рушится. И потом только уходит на каркас. Каркас, кстати, друзья, тяжелый. Кресло очень массивное. Если я не ошибаюсь, 12 килограмм оно весит. Поэтому вот так с машины в машину перекидывать. Но имейте в виду, она весит как коляска. Такая очень мощная. Ткань здесь абсолютно нормальная, приятная. Что еще мне нравится? Здесь вентилируемый каркас. Что я все подвинул? Вентилируемый каркас. Соответственно, лучше дышит спинка ребенка. Ну и вообще, в принципе, когда вентилируемый каркас, это здорово. Буквально тоже немного кресел этим могут похвастаться. Вот. Собственно, давайте посмотрим, как его крепить. Здесь классический изофикс. Что удобно, он регулируется каждый по отдельности. Выдвинули. Защелкнули. Можно задвинуть. Наклонить. Даже если мы задвинули до конца, нам ничего не мешает наклонить кресло. Вот эта вот опция, это нам дает. Поэтому, очень прикольно. В дальнюю дорогу берите на заметку эту модельку. Да и, в принципе, она стоит недорого, на самом деле. Если мы посмотрим так, рыночек. Скажем так, средняя цена, даже чуть-чуть ниже среднего. За вот такой опционал с i-size. В принципе, очень даже неплохо. И материалы, как повторюсь, очень годные. Стирать их, кстати, нужно до 30 градусов. Щадящая стирка, друзья. Иначе вы потом его обратно не денете. И по гарантии этот вопрос не решите. Сразу вам говорю. Так, собственно, друзья. Добавить мне больше нечего. Все, что хотел рассказать о кресле, я вам рассказал. Как по мне, очень прикольное кресло. За относительно немного денег. С таким функционалом, качеством. С таким наклоном. Очень удобным. Который можно легко отрегулировать. Это очень важно, на самом деле. Даже просто мама за рулем. Правой рукой на заднем сиденье. Раз. И наклонилась. Ребеночек уснул. Это, на самом деле, дорогого стоит. В общем, собственно, друзья. Ссылка внизу на это кресло в описании. Есть мир автокресел. Ссылочка там. Если есть вопросы, пишите в комментариях. На все отвечу. Ну, а вам хочу пожелать сделать грамотный выбор кресла для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Пока.